Около 4000 километров от Москвы. Перелет с пересадкой в Риме. Итальянский остров Сардиния, находящийся в сердце Средиземного моря, с 7 по 10 мая, стал центром обсуждения будущего средиземноморской, не только средиземноморской, журналистики. Национальная федерация итальянской прессы FNSI, группа журналистов Mediterranin, Международная федерация журналистов IFJ и агентство печати Сардинии с поддержкой властей Сардинии организовали в Калерии международную журналистскую конференцию под названием «Безопасность, разнообразие и диалог, строя доверие к будущему средиземноморской журналистики». Конференция на Сардинии собрала более 100 журналистов из разных стран мира для семинаров и дебатов по свободе слова и освещению конфликтов в СМИ. Присутствовали на Средиземноморской конференции представители стран, ранее входивших в состав Советского Союза, в том числе и тех, кто в настоящее время находится в конфликте. Да и на конференции шла речь о замороженных конфликтах и о том, как ведут, могут, должны или хотя бы должны пытаться вести себя журналисты этих стран. Выступали представители Израиля, Палестины, Кипра, Греции и Турции. Несколько раз после выступления палестинских журналистов, резко высказывающихся в отношении политики государства Израиль, генеральный секретарь Международной федерации журналистов IFJ, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ, она же основной организатор конференции, просил изменить тон выступлений. Руководитель Международной федерации журналистов Эйден Уайт обратился к журналистам конфликтующих стран с просьбой хотя бы в пределах зала конференции не продолжать войны, которые ведутся властями государства. Давайте хотя бы в пределах этого зала не будем враждовать. Мы собрались здесь для того, чтобы искать пути взаимопонимания, не продолжать вражду. Это очень легкий путь, конфликт. Гораздо сложнее найти пути к примирению и сотрудничеству. Для этого мы здесь и собрались. Обратился Уайт к представителю Палестины, который в своем докладе очень резко выразился по отношению к государству Израиль. От стран, ранее входивших в состав СССР, были журналисты Армении и Азербайджана. Журналист из Еревана Борис Новосардяна и его бакинский коллега Азер Хасрет были знакомы и до конференции в Калии. Несмотря на то, что Ереван и Баку находятся друг от друга недалеко, Борис и Азер встречаются только в третьих странах. Как-то на одном из обсуждений в узком кругу зашла речь о Нагорном Карабахе. Несмотря на теплую атмосферу в Сардинии, холод старого вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном чувствовался и здесь. Конечно, возможно, наивно было бы ожидать, что журналисты конфликтующих стран, представляющие здесь свои государства, вот так возьмут и все решат. Скажут «стоп в войне» и «воссарится мир». Обсуждение вопроса «кто начал и кто виноват» в споре между армянином и азербайджанцем дошло до неприятной ситуации. Присутствующие рядом почувствовали и какую-то неловкость за то, что не остановили этот разговор ранее. Кто-то пытался сменить тему, но они сами все решили. Борис и Азер просто остановили этот разговор. Еще не время. Но, по крайней мере, попытки уже делаются, хотя бы здесь, в Калии. Горде с древнейшей историей, пережившим множество войн, следы которых до сих пор видны. Благодаря организаторам конференции мы учились смотреть друг на друга не только через оптический прицел. Так дала ли конференция в солнечном калиере что-то, скажем, для журналистов из Азербайджана и Армении? Главное, наверное, что на самом деле сегодня в журналистском мире, в журналистской среде очень интересные изменения происходят. В первую очередь в связи с информационными технологиями развития, революция определенная, вовлечение в процесс распространения информации и новых и новых людей. Это серьезный вызов вообще для журналистики и средств массовой информации. Вы в Армении очень серьезно эту тему обсуждаем. Да, конечно, это всегда полезно, потому что я уже более 10 лет занимаюсь вот такими вопросами. И долгое время имею контакты, хорошие контакты достаточно с международными журналистскими организациями. И наяву я видел, как это приносит пользу азербайджанской журналистике, не только азербайджанской, а вообще журналистике нашего региона. Я имею в виду Южного Кавказа и Средней Азии. В этом смысле очень интересно было, что и в этом формате, средиземноморском эти проблемы тоже людей интересуют. То есть участие в таких мероприятиях, это обязательно плодотворно, это обязательно полезно. В первый же день, как бы все про это вчера только и говорили, по поводу вот таких вот натянутых отношений между израильскими и палестинскими журналистами. И там президент АФЖ даже просил, чтобы прекратили они устраивать политику на этом мероприятии в этом зале. А здесь присутствует наш коллега с Азербайджаном. Какие отношения с ним? То есть, ну, как вот здесь? Мы же сейчас не в Армении, не в Азербайджане. Вообще очень далеко. И какие отношения с ним? Как вы общаетесь? Ну, во-первых, с Азером очень давно знакомы. И на очень многих мероприятиях вместе были. В том числе встречались и в Баку, и в Ереване в свое время. Но, так скажем, у нас нормальные цивилизованные отношения, но проблему конфликта мы не обсуждаем, как правило. Да, тут Борис Новосардян из Ереванского пресс-клуба участвует. Мы с ним давно знакомы, уже более 10 лет, можно говорить. И несколько раз встречали в своих разных международных мероприятиях обычные отношения. То есть, мы как нормальные цивилизованные люди подходим друг к другу, здороваемся и спрашиваем, что, к чему, как, у них или у нас. Обмениваемся мнением. Это же не линия фронта, чтобы мы тут между собой спорили или там что-то плохое друг о друге говорили. Потому что это тема конфликта вообще и роли средств массовой информации журналистов в конфликте. В частности, она очень специальная тема. Это, конечно, цивилизованное общение, и мы общаемся. Это не только Борисом, я вообще-то везде, где бы ни был, если армяне, общаюсь. Для подобного рода бесед, обсуждений у меня есть конкретные люди в Азербайджане, с которыми мы этим делом занимаемся, где у нас общие озабоченности, которые мы разделяем. Мы проводим совместные исследования. Пытаемся каким-то образом перетянуть на сторону цивилизованного освещения всего этого как можно большее число журналистов. Хотя понятно, что меньшинство журналистов в Азербайджане готовы так освещать армяно-азербайджанские отношения, карабахский конфликт. То есть от общения мы не уходим никогда, потому что считаем, что на войне, как на войне. То есть если на сцене военных действий будем встречаться, это другое дело. А вот на подобных мероприятиях это нормальные человеческие отношения. И не озлобляться после прочтения этих материалов или просмотра репортажей, или каких-то интернет-роликов, а думать о том, как нам жить вместе в этом регионе. В итоговой декларации конференции в Калиере было записано, что средиземноморский бассейн все еще область напряженных отношений и конфликтов, в особенности в странах Ближнего Востока, Израиля и Палестина. И собравшиеся сожалеют о том, что информацию здесь используют как инструмент для своих целей, в то время, как она должна способствовать установлению понимания между людьми. Эти слова оказались каким-то нереальными в окружающей обстановке. Слишком уж курортные здесь насордения. Даже какие-то оставшиеся разрушения от последней мировой войны не кажутся настоящими. Да какая здесь может быть война? Война на Таму, в Газе, на Кавказе. Почему? СМИ к этому тоже причастны в какой-то мере. Если человек каждый день с экрана говорит, что вот эти это враги, что вот они сделали так, а еще не могут сделать так, образ врага неизбежен. СМИ все еще верят, и этим кто-то пользуется. В кулуарных беседах мы решили, что те же палестинские журналисты, если не на камеру, если в узком кругу, с теми же израильскими коллегами, может быть, их слова были бы другими. Борис и Азер, они нормально общаются. Кто не знает историю Нагородного Карабаха, никто ничего такого и не подумал. А почему, кстати, эти люди должны относиться друг к другу иначе? Кто-то так решил? Нас здесь, в Калере, собралось очень много, из разных стран. Мы должны придерживаться позиций наших правительств? Я должен напоминать европейцам и украинцам про газ, белорусам про молоко, а с Грузиями я как должен себя вести? А главное, почему? Может быть, как раз мы, журналисты, смогли бы что-то изменить? Борис и Азер закрыли тему разговора о Нагородном Карабахе. Не время. Может быть, наши диалоги в Калере хоть как-то приблизят тот момент, когда это время все же наступит? Мы хотя бы начали делать первые шаги. Привет, Кавказский Груздор!